Накануне сессии Одесского горсовета прошло заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. Один из главных вопросов, который рассмотрели депутаты, недопущение распространения коронавируса в городе. Того количества медоборудования, которое закупает город, недостаточно для выявления и предотвращения заболевания, считают депутаты и намерены предложить увеличить поставки в наш город. В то же время президент Одесской академии Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов заявил о том, что вузы готовы помочь в борьбе с вирусом. Подробнее об инициативах Украинской морской партии расскажет наша корреспондент. В горсовете приняли решение о закупке около 10 тысяч экспресс-тестов для выявления китайского коронавируса. Системы должны появиться в Одессе до 20 марта. Депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова считают, что этого количества для города-миллионника недостаточно. Локомотивом именно в этой работе должен быть городской совет. Я считаю, что тысяча, две, три тысячи, десять тысяч – это ничего. Нужно купить миллион тестов, чтобы каждый гражданин прошел это тестирование, и мы будем знать реальную картину. Не нужно замалчивать, не нужно делать так, что вроде бы ничего не произошло. Я настаиваю сегодня на заседании фракции Украинской морской партии. Было принято решение обратиться к депутатам городского совета, чтобы они выделили денежные средства, чтобы закупить миллион тестов, чтобы все, кто здесь в городе живут, имели возможность пройти этот тест. Мы обсуждали возможности закупки тест-систем, мы обсуждали возможности закупки средств индивидуальной защиты, мы обсуждали возможности выделения бюджетных средств для того, чтобы закупить как можно больше тест-систем. Мы хотим обсудить этот вопрос срочно, сегодня, максимум завтра на комиссии по здравоохранению, вынести консолидированное решение от всех депутатских фракций на сессию, для того, чтобы минимизировать эту болезнь и сохранить человеческие жизни. Кроме того, в медучреждениях Одессы есть всего 65 аппаратов для искусственной вентиляции легких. В мэрии планируют закупить еще чуть более 30. Фракция Украинской морской партии на сессии горсовета выступит с предложением увеличить поставки аппаратов ИВЛ минимум до 200 единиц. С Киваном Сергеем Васильевичем мы на фракции обсудили этот вопрос, он полностью поддержал предложение фракции, и мы вместе будем выходить с этими предложениями для города. Потому что здоровье и безопасность жителей для нас, для Украинской морской партии и Сергея Васильевича в целом, это вопрос приоритетный и очень важный на сегодняшний день. Тем временем в Одесской юрокадемии и Международном гуманитарном университете закупили несколько аппаратов для искусственной вентиляции легких, десятки бесконтактных электронных градусников, кварцевых ламп, более 400 литров антисептика, 5000 тестов на коронавирус и собственными силами изготовили более тысячи масок, чтобы у всех сотрудников и студентов вузов были средства индивидуальной защиты. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова также выступит с предложением создать оперативный штаб, который в случае необходимости будет обращаться с просьбой выделить волонтеров медучреждения города. В Международном гуманитарном университете целый институт медицинский есть. Вот для того, чтобы мы оказали реальную помощь, мы готовы студентов 3, 4, 5 и 6 курсов направить в поликлиники, в клиники, в разные учреждения медицинские, чтобы они были волонтерами. У нас принято такое решение, но надо, чтобы кто-то организовал, сказали, дайте нам, допустим, на эту клинику 20 волонтеров. Мы готовы поставить 20 волонтеров, которые будут помогать тем людям, которые нуждаются в этом. Мы в Национальном университете юридической академии, наша ПТУ швейная шьет вот такие маски. Мы готовы помочь городу пошить вот такие маски, для того, чтобы люди имели возможность использовать их, для того, чтобы люди были защищены от того, что сегодня происходит. Мы готовы бесплатно, дайте нам материал, и мы сделаем это. Сергей Кивалов подчеркнул, что мэрия обязательно должна выделить из бюджета деньги на покупку необходимого оборудования для профилактики, выявления и лечения китайского коронавируса. Он считает, что на период карантина должно быть приостановлено действие многих других городских программ, чтобы все силы и средства направить на борьбу с вирусом. Сергей Кивалов также отметил, что Одесская юрокадемия готова предоставить высококвалифицированную юридическую помощь в случае, если у мэрии возникнут проблемы с проведением тендера на закупку необходимого медоборудования. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, Телеканал Репортер.